Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами был Длинас по-прежнему, и сегодня на нашем канале новенький пиксельный шедевр, можно так сказать, но на английском языке, это, конечно, ничего страшного, потому что у нас есть Лесомори, человек, который переводит нам игрушки, за что отдельное спасибо. Я, конечно, взял, игрушка классная, и в переводе была не сильно трудная, но как я там дошел дальше, там ужас, короче, пошел, и поэтому, вот, опять же, спасибо тебе за то, что ты перевела, я знаю, что ты будешь смотреть этот ролик. Ну, вы можете поблагодарить просто ее за то, что перевела, а я буду проходить, показывать вам, что это. Жалко, конечно, что это демо-версия всего лишь, но можно так сказать, ну, почему говорю жалко, потому что обычно демо-версии игру бросают на полбути, они делают-делают, но этот проект, я сто процентов уверен, что выйдет, потому что как он сделан, вы просто сейчас увидите, и я не знаю, что с вами произойдет, потому что реально это, наверное, самая красивая пикселька и самая классная сделана вообще вот визуальная и тому подобное. Поехали, в принципе, не буду долго рассказывать, все круто сделано, напоминает чем-то такие вот игрушки 2D-плана, типа CatLady и тому подобное, но даже, даже больше, что напоминает, я не знаю, там есть какая-то то ли призрачная школа, то ли что, вы меня ее просили пройти, но она, ну, такая вот, не очень была. Вот, возвращение в один конец, то есть, возвращение, поездка в один конец, называется игра, и вот мы сидим, компания наших пирожков, и мы как бы сидим вот за костром, вы уже можете видеть, что классно, но нарисовано, но дальше будет еще круче. Это было довольно напряжено, как и ожидалось от Казуки, императора хорроров и мистики. Кажется, я чуть не обмочил свои штанишки. Саки, ты все время молчала? Что-то не так? Саки, а я перевел как... Ну, да, я так же перевел. Господи, я бы не хотел, чтобы жить в Японии, чтобы меня звали Саки. Ах, извините, я что-то пропустила? Господи, королева Саки, да как ты посмела пропустить сеанс моих городских несокрушимых мистических историй? Ты разбила мое хрупкое сердце. Саки, ты в порядке? Во. Тут такие вот артики будут, как у нас всегда в пиксельных играх выходят, но это что-то даже покруче на уровень выше пиксельных игр, мне кажется, потому что тут графончик классный, ну, тут, походу, хороший движок стоит. Да. Не похоже, что у тебя жар. Какое облегчение? Наверное, я просто устала, вот и все. И это был изнурительный день. Все-таки это первый день поездки. Это первый день, друзья, поездки, и мне кажется, последний, потому что называется, ну, как бы, вы сами слышали, поездка в один конец. Согласен, мои руки все еще болят после установки палатки, только взгляните на это волдыри. Господи, ай-яй-яй-яй-яй. Хватит казу. Юта, будь сильным, не позволяя своей молодости пройти впустую. Посмотрите на сцену, эти страстные глаза, это сияющее лицо, этот огромный член, то есть, по одному взгляду на него можно сказать, каким светлым будет его будущее. Да что там, даже этот огонь не сможет скрыть его яркую судьбу. И что же ты ожидаешь услышать от меня в ответ? Типа, пацан про пацана так говорит, как будто бы восхваляет, как будто бы гей какой-то. Я никогда не видел, что бы так собирались. Вообще, они собрались возле костра, друзья, и какого хрена ни спиннера, ни вейпа, ничего нету. То есть, 2017 год идет, господи, что с вами? Вы же должны, как бы, подражать моде. Где гироскутеры? Где сидеть? Вы должны сидеть в телефонах, вы не должны общаться, вы должны переписываться вконтактике, фейсбуке и тому подобное. Не могу поверить, что наш сэн будет первым, кто возмужает. Что, правда? Когда сэн заявил о своем участии, я тоже был в шоке. Не верится, что Саки признала этого чудака. Вот мне кажется, что тут идет речь о том, что возмужает, в смысле, типа, ну, там в переводе я перевел, как, типа, потерять девственность, сбросить листву и тому подобное, засунет свой поезд в ее депо. Да, но на самом деле, я не знаю, правда это или нет. Да ладно, он всегда был более зрелым, чем вы, ребятки. Лиса Мари тут написала, ебятки. Ну ладно. Сэн, что бы ни произошло, не разочаруй нас, и особенно Саки, окей? То есть, Саки, походу, это девушка вот этого сэна. Я так понимаю, не разочаруй, никогда. Это было так круто, Сэн. Погодьте, вы что, все без ума от него? Полагаю, мы уже очень устали. Давайте передохнем немного. Спокойной ночи. Типа, ляжем и поспим. Вот. Дохни хорошо, Саки. Хорошенько, Саки. Саки. Саки, господи, что за имя? Ладно. Я вообще чай пью, который называется Мача. Ну, там написано Мача, а не Мача. Это японский зеленый офигенный чай, дорогой. Ну да ладно. Уже не пью, потому что нету. Кто тут? Сэн? Казуки Юта Кана? Похоже, они еще не скоро вернутся. Наверное, следует тут немного осматриваться. И тут, друзья, начинается хоррор. Но хоррор, друзья, именно 2D-шный. И это круто. Так, ну тут, в принципе, вот палатки, в которых спали пацаны, там туда-сюда. Да, уже холодно, там огонь намок, там фу, огонь намок. Ну, дерево намокло и тому подобное. Я помню, что положила фонарик в эту сумку. Он должно быть в этом кармане или здесь. А, вот он. Получен фонарик. Это немножко еще на Detention игра похожа. Вот в чем прикол. И вот это тоже нужно прихватить с собой. Получена записная книжка. Нам, друзья-шечки, надо идти сейчас вроде вот сюда. Вот, если я не ошибаюсь. Но я немножко поиграл, посмотрел. Игруха, посмотрите, в каком стиле. Ну, 2D-шная, да? Как вот Detention, Cat Lady, там, и всякое такое. Но пиксельная не такая вот. Со свободным перемещением, как RPG Maker. Но кто здесь? Так, идем дальше. И тут мы видим какую-то могилу. Не знаю, насколько эта игра будет. Но, наверное, сделаю одним видосиком и по длине. Вау! Что это? О, нет. Извините, я имел в виду... Я не хотела. Две могилы стоят прямо в земле. И на них написано «папа и мама». Ну, написано там. Я не знаю, кто это написал, но что-то не очень хорошо. Водичка. Что-то в воде. И тут мы находим кукрис. Это такой нож, которым пробираются, можно так сказать, ну, через лианы, там, там подобное. Если фулианы, ну, короче, в этом, в джунглях. Мы сейчас просто в лесу в каком-то. Зачем мы сюда приехали и тому подобное, я не знаю. Но сейчас вы увидите кое-что, из-за чего вся игра пойдет в интересном русле. Куда все пропали, тоже непонятно на самом-то деле. А вот и... Кто это? Кто-то тут. Погоди. И, я не знаю, это девушка была или кто это был, но убежали от нас просто-напросто. Так, проходим дальше. Так, вот. Ну, тут, короче, как вы понимаете, заросли там туда-сюда. Мне нужен объект, мне нужна какая-то вещь, чтобы пройти. Ну, выбираем наш нож. Давай попробуем пройти через этот. Вот. Старый кукрис, типа, затупился и пришлось его выбросить. Вот такие вот дела, друзья. Идем дальше. Эту игру на GameJolte нашел. Она вообще огонь. Я думаю, что если все будет хорошо, в Steam она выйдет, и мы пройдем полную версию. Ну, вы, опять же, можете поставить лайк, быть более активными на канале. Потому что я, как смотрю, сейчас очень все плохо. И, наверное, будет меньше видосов. Просто выходить и все. Куда ведет этот путь? Where did it go? Что это за путь? А? Что это? А это, друзья, какой-то старый непонятный поезд. Так, сейчас, друзья, у меня тут есть перевод, а я что-то туплю. Что это за путь? Куда он вел? Вот, а что же это? Поезд? И старый к тому же. Так. Я и понятия не имела, что тут происходит железная дорога. Неудобно, кстати, друзья. Звук пропадает. Приходится выключать перевод, чтобы видеть все. Все будет в порядке. Я только взгляну. Да, вот, все будет в порядке. Я только взгляну. И если они тут, значит, тем более нужно зайти и проверить. У меня больше смысла зайти и проверить. Ну что, заходим мы в поезд. И старенький поезд. Эта игра еще, знаете, на какую похожа? На Lone Survival. Но мы как-то ее проходили давно. Она была дико страшная. Там надо было выживать и тому подобное. Сколько лет здесь прошло? Такое число словно целое столетие. Даже воздух кажется затхлым. Так, вот тут у нас какая-то... Какая-то записная книга там. Что-то такое. Проходим дальше. Оно нам не надо. Во. Раскрытая занавеска. Под складками есть выпуклость. Ммм. Баллончик с растворителем. Ну, ацетон, короче. Другими целованиями. О, Господи. И что же это было? Баллончик с растворителем спрятан под складками. Но кусок ткани не раздвигается, как будто бы его кто-то крепко держит. Мы идем дальше. Нам это пока что не надо. Тут будут загадки. Так что не переживайте. Все будет классно. Огнетушитель. На его рукоятке есть отпечаток руки. Так, и тут шкафчик. Который закрыт, как всегда. Нам надо будет найти ключик, чтобы просто-напросто открыть. Не знаю, на две серии, на одну будет выходить. Можно сохраняться. Вот, свечки. Свечки дают сохранение. Где-то такая уже система была, но я не помню где. На книге в кожаном переплете лежит старая сжатая рука, точнее. Это уже какой-то корпус пати. Был такой момент, я помню. Ну и в Санхиле тоже. Только там надо было разгибать руку. И мы находим ключ от шкафчика смотрителя. Мы дальше не пойдем, потому что мы там не пройдем. Там закрыто. Я не всю игру, честно говоря, переводил. И тому подобное. Но в начале я немножко полазил. Так, тут тоже надо открывать вот ключиком вот так вот. Ну, закрыто. Что-то внутри. Пила. А вот этой пилой, друзья, мы разрежем там то ли деревяшки, то ли что. Не помню уже что. Сейчас посмотрим. Так, там что-то. Подождите. Что-то тут лежит еще. А ну-ка. Что-то спрятано. Ну, короче, записка спрятана под креслом. Ну, вот с этой записки, кстати, очень интересно начинается. И вот чем-то напоминает Бугимена или игры Ури. Та же луна. Те же звезды. Только окружение другое. До тех пор, пока мы все как один сможем пережить... До тех пор, пока мы все вместе, наверное, да, вот. Мы все как один сможем пережить все. Вот что-то типа такого. Короче, пока мы вместе, мы сможем все пережить, наверное, вот это вот имеется в виду. Так что, да, тут загадками написано, как всегда во всех играх, шкаф. Так, вот сейчас. Что-то блокирует дверь. Берем вот эту штуку, пилу, разрезаем все нафиг на кусочки. Ну и путь открыт. Идем дальше. Текст. Что-то у нас тут уже по красоте. Ну, как-то сделано, да? Ну, в принципе, так, тут у нас ничего такого. Туалеты там, туда-сюда. Идем дальше. Так. Во. А ну-ка. Тут у нас тоже какая-то записка. Неважно, сколько раз он говорит мне, что это то же самое. Это не так. Они разделяют любовь к чаю. Они... Но вкус... Подожди, но вкус ощущают по-разному. Но ощущают вкус по-разному, что-то такое. Да, я, конечно, тут совсем по-другому переводил. Кажется, что над их головами одно и то же синее небо. Но там есть и штрихи розовых цветков вишни. Как ты можешь знать, будет ли жизнь такой же? Детский рисунок номер два. Получаем. И тут какая-то петля. Кому? Нужно было вешать тут петлю. Кто-то тут повесился нафиг. Непонятно кто. Уходим отсюда нафиг. Все. Так, что у нас еще есть? Не может быть открыто. Так. Прочная дверь. По ту сторону, наверное, стоит... Да, вот знакомая фигура. А это, друзья, Юта. Юта? Юта, это ты? Ответа нет. Крики остались неуслышанными. Юта, пожалуйста, открой дверь. Это легко переводится, да. И вот, да. Крики. Короче, нам надо будет открыть и как-то его вытянуть отсюда. Так, тут ни хрена, походу. Дверная ручка слишком сильно сгнила. Эта дверь невозможно открыть. Вот мы только что подошли. А тут у нас что? Так, пересохшая раковина с разбитым стеклом. В кусочках разбитого зеркала отражается замутненное изображение. Я не очень хорошо себя чувствую. В раковине что-то мерцает на цвету. Полученные ножницы. Отлично. Так, извиняюсь за то, что я шмыгаю носом. Там надо, как бы, атмосферку в игре поддерживать. Что я хочу сказать? Мы можем пройти дальше, но... Ну, давайте, ладно, пройдем дальше. Так, тут у нас временный контейнер для мусора, скапливающегося в поезде. Он закрыт. Мы потом его тоже, наверное, откроем. Не знаю, без понятия. Я и далеко не доходил до этого момента, пока я дошел. Переводя, я чуть с ума не сошел. То Лиса Мори, наверное, там быстро перевела. Хотя, хрен его знает. Интересно же, какие же роскошные блюда ели люди в то время. Так, идем дальше, походу. А ну-ка. Подвергись маленький клочок бумаги. Так. Она была такой милой, когда попросила меня поиграть вместе с ней в наши куклы ручной работы. Хотя я не знала ни слова, ни истории, которые она пыталась мне рассказать. Да. Она была единственной девочкой, с которой я могла общаться. Почему-то рисунок 4, хотя мы только что второй рисунок подбирали. Где третий? Непонятно. Так, дверь тоже закрыта и тому подобное. Мне лучше сначала увидеться с Ютой. Короче, у нас задача первая, попробовать открыть дверь. Ну и пройти к нему, я думаю. И чтобы нам это все сделать, мы должны пойти к занавеске. Кстати, если еще раз к двери подойти. Вот, высохшая красная краска покрывает нечто закрепленное на двери. Мы можем посмотреть опять же в окно. Юта, открой дверь, пожалуйста. Но Юта не отвечает. И мне кажется, что Юта повешенный уже нафиг. Так, если тут будут персонажи умирать, это будет очень круто. Но я надеюсь, что я хотя бы сейчас спасу хотя бы одного. Потому что... Хотя хрен его знает, что тут вообще будет в этой игре. Пока без понятия. Если тут можно сохраняться, видимо, может какие-то монстры будут нападать. Хотя вряд ли. Да, в самое начало нам надо пройти. Будет длинная серия, я думаю. Хотя... Так, тут у нас закрывается занавеска. Мы ее не можем открыть, но использовать когда ножницы... Вот. И мы открываем, короче. И подбираем растворитель для краски. Я не знаю, для чего он нужен. Но краску, которую мы видели вообще в этих локациях, это только на двери. На двери, там где находится Юта. Сейчас мы попробуем посмотреть, что там и как. Так-с. Где-то вот тут. Вот. Выбираем краску. То есть не краску, а растворитель. И что же там написано? Красная краска растворилась. Повешенная фигура? Что это означает? Мне кажется, что он повешенный уже. Опа. Улетел какой-то пацанчик. А ну-ка, давайте пойдем за ним. Что это было? Хотя, как говорит практика, не стоит ходить за призраками, друзья. Кажется, звук шел отсюда. А ну-ка, идем посмотрим, что у нас тут. Опа. Ча. Нет, подожди. Сюда. Вот это ваза не горела. Кажется, звук так... Под вазу был засунут кулачок бумаги. Рисунок. Получена записка номер один. Мои друзья стали пропадать один за другим. Как раз в то время... В это время я обиделась со своей мамой. Опа. Ох, фух, я объелась. Умничка, все съела. Ну, да, хе-хе-хе. Ну, тогда, я думаю, нам следует вернуться в нашу комнату. Так. Ты что-то ищешь, Аюми? Аюми, Корпс Пати какой-то. О, нет, я потеряла это. Так. Кстати, да, потеряла это. И Лиса Мори тут вообще просто идеально зашутила. Написала клочок бумажной сайтика. Теперь она умрет. Да, на самом деле, как вы помните, в Корпс Пати была такая фигня. Так. Что нам тут нужно делать? Давайте поговорим. Вот. О, так хочется спать. Так, а ну-ка. Мама, а там будет много таких же детей, как я? Что ты имеешь в виду? Будет ли у них такой же цвет волос, как у меня, и такие же глаза, как у нас? И будут ли они разговаривать на нашем языке? То есть, поезд куда-то двигался. Мы, короче, как вы понимаете, попадаем во флешбек. Этого поезда, когда он не был разрушен. Может быть, это поезд-призрак или типа такого? Ну, нет, конечно. С чего бы? Вот, отстой. То есть, они куда-то едут в какой-то другой город, и тут спрашивают, ну, как бы это... Дочка у мамы. Интересно, долго ли ехать там до этого Киото? Киото-города, типа? Киото-город, наверное, я так думаю. Идем к Аюме и к мамке. Мамка-сачка-пачка. Мам, погоди минутку. Что такое Аюме? Я помню, что положила ее сюда. Так, теперь к проводнику идем. Тут такая небольшая загадка будет тоже. Да что ж такое? Так, мы надеемся, что блюда пришлись по душе. Так, опять к мамке вроде бы подходим. Аюме, ты нашла свою куклу? Подожди, мам, я где-то ее тут обронила. Ладно, только быстрее, хорошо. Папа ждет нас в комнате. Так, потом опять к леник шляпки. Тут, короче, надо ходить просто от одного к другому, и в итоге... Ну, все будет четенько. А, кукла? Нет, я не видела. Так, мужчине, походу. Хотя можно и бабам подойти. Я похож на того, кто играет в куклы. Я не видел здесь никаких кукол. Если тут и есть что-то, так это мяч. Не мой, я ушиб об него ногу. Думаю, я его далеко пнул. Гребаный мяч потревожил мой сон. Так, теперь к леди в шляпке. А, блин, 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 мне нравятся куклы. К леди в шляпке. А, кукла? Нет, я не видела. Но я подобрала мяч. Он был такой странный. Кто-то нарисовал на нем лицо. Он скатился с прежнего места. Поэтому я отдала его маленькой девочке. Так, этой девочке маленькой или какой? Это не просто мяч. Это такая кукла. Но я решила, что она жутко. Поэтому выбросила ее. Понятно. Идем вроде к проводнику. Но там надо не к проводнику, а к этому. К вот этой штуке подойти еще. Наверное, ничего интересного тут. А теперь к проводнику. Вы ищите что-то в мусорной корзине? Как вы давно это потеряли? Мы регулярно убираем мусор в другой контейнер. Подождите. Я позову смотрителя. У него есть ключ. И тут мы проходим очень быстро. Флешбек такой. И я, честно говоря, друзья, дальше ничего не проходил и не видел. Кукла на этом рисунке выглядит похоже на ту, что начерчена на двери. Может, я смогу найти зацепку, разузнав побольше об этой кукле. Если честно, все бы хорошо. Только я не знаю, что нам делать дальше. Но идем, в принципе, сюда. Опа. Портретик упал. Под портретом есть записка. Я знаю, что она была милой. Так что я не могла переживать о том, что она бы почувствовала себя одиноко, когда я играла с ее куклой. Просто я не могу удержаться, чтобы не повесить и не показать, как прекрасен мир свышены. Я прекрасно понимаю, что она была милой. И вот это уже третья записка. Мы видите, одну записку пропустили. Повесить. Она, наверное, сама вешает тут. Я не удивлюсь, если это ее призрак лазит. И там, где мама и папа умершие были. Короче, жесть. Если в детской записке правда сказано, что ключ должен... Так. Закрыто. Вот. Если в детской записке сказано правда, то ключ должен принадлежать смотрителю. А вопрос. Где, 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 где смотрителя мы найдем? Подожди. Может быть туда нам надо пойти? Я не понимаю. Хм. Погоди-ка. Сейчас я проверю тут. Но мы же никак не можем его открыть. Подожди. А это что тут? Так. Это мы видели. А мы не пройдем дальше-то. Я не пойму. А где смотрителя? Ага. Где его контейнер? Ничего не понимаю. Подожди-ка. Может быть нам надо вообще выйти отсюда? Или как? Что-то я не сильно... Не знаю почему, но мне кажется, что нам надо идти в этот... В первый... Там, где первый контейнер стоял. Не знаю, поможет он, не поможет. Опа. Даже дверь открылась сама, друзья. Так. Шкафчик с различными инструментами и ключами внутри. Ключ. Вот он. Вот откуда он. Так. К дверце шкафчика прикреплен ID. Получена заметка ID. Уникальные идентификаторы смотрителя. ID служащего японского железной дороги. Мацумото с Саёки. Ага. Так. И всё, больше ничего нету, да? Так, а ключ, подожди, от чего? А ключ, наверное, от того мусорного бака, да? Но 100% не от двери, да. Скорее всего. Не знаю, зачем нам записка от этого чувака? Чё-то вообще без понятия. Но давайте попробуем тут ключ для интереса. Нет. Ничего не происходит. Блин, случайно нажал. Он повешен. Там даже видно, что... Там шеи не видно. Скорее всего, его повесила та девочка. Так, пробуем тут. Тут закрыто тоже. Вот, открыто. А, получена кукла. Прошло уже так много времени. Она до сих пор здесь. Она оставалась здесь? Неудивительно, что люди думают, что это мяч. Он так и выглядит. Может быть, нужно отнести её обратно в их комнату? Так. А, я понял. Где повешенная... Это, как она называется? Господи. Где... Где была... Вот эта, скорее всего, висячка. А ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас проверим. Так, Теру, Теру, Боузудол. В Японии сложилось такое обычай. Вешайте куклу возле окна, чтобы была хорошая погода. А ну-ка. Неужели? Хм. Круглоголовая кукла свисает в петле. Так, и что дальше? Опа. Нормально. Там что-то появилось. Так, получена записка, наверное, да? Я просто не успеваю. Да, получена записка, вот. Что это такое? Это код? 7-3-7-3? Теру, Теру, Боузудол, висящая в саду под крышей. Когда-то их было шесть. Она спустила свою нить, чтобы передохнуть. Одна отрезала и сгорела от жара земли. Одна вскарабкалась и оказалась на вершине. Одна запуталась в собственной верёвке. Одна крепко затянулась возле сил сильной возни. Одну сточила ворона. На солнечный денёк и завтра тоже новые друзья. Да. Короче, идём к записке. О, господи. Вы видели выражение лица на этом? Так, пробуем открыть, да? Лево. Право, лево, лево. Право. Всё. Неправильно, походу. Так, ну вроде бы я всё правильно делаю. Но что-то, походу, неправильно. Вроде написано, что надо влево повернуть. Потом вправо. Потом влево, влево. И право. Но почему-то ничего не происходит. Чего-то тут не хватает, мне кажется. Право, право надо было. Вот, открыли. Юта. Я рада, что с тобой всё в порядке. Он висит уже, какой в порядке? Где остальные, ты был с ними? Ю. Охрененно. Охрененно. Охренеть. Я же говорил. Твою жопку. Всё. Амбец. Саки! Боже мой. Ты в порядке? Можешь встать? Почему я здесь? Каная? Да. Ты реально, я так рада, что ты здесь. Что ты тут делаешь? Другие тоже с тобой? Ну, мы пошли за Сеном, Казуки и я. За Сеном? Я видел, что он пошёл по этой дороге после полуночи. Сказал, что вернётся сразу. Но не вернулся. Вот мы и пошли по его следу, и он привёл нас сюда. Но пока что мы его не нашли, поэтому решили разделиться. И на удивление, я здесь нашла тебя. Ты одна? Я просила Юту присмотреть за тобой. Юта, он... Разве он не с тобой? Может, это был сон какой-то или нет? Или он по-настоящему умер? Есть одно место, которое мне нужно проверить. Я пойду с тобой. Ну, а, друзья, на этом мы закончим первую серию. Я, наверное, думаю, что мы запишем и вторую. И продолжим дальше. Субтитры сделал DimaTorzok